В прошлом году Альфия Юткина познакомилась с волонтёрами и присоединилась к ним. Они начали вязать шерстяные носочки для фронта. Узнала, что можно жилеты вязать. Жилеты, она же трудоёмкая, не как носки за один день связать. Мне приходится четыре дня вязать один жилет. Думаю, пусть я люблю трудоёмкие работы. Я и бисером раньше занималась, и выбирала самые сложные рисунки. А тут думаю, а что я не смогу? И вот началась у меня вот эта работа. И я жилеты вязала для ребят. Туда ложила конфетки, письмо писала, приказ давала, чтобы вернулись домой. На письмо откликнулся один боец и связался с женщиной. В марке началась наша переписка. Я узнала, что он сирота, у него родителей нет. У него бабушка старенькая, 84 года, и братишке 14 лет. И я вот начала его, как бы, стала ему названной мамой. Стала ему посылки готовить каждый раз. В апреле уже первая посылка ему полетела. Потом так и каждый месяц я ему посылки отправляла. Ну, не только для него одного. Их там 21 ребят, сейчас уже 25 им в их полку. Ну, в взводе, что ли. И вот думаю, почему только одному ему жилеты осенью всем навязала и им всем отправила. Этот парень оказался из Телечинского района Татарстана. Летом, во время отпуска, он сделал сюрприз своей названной маме. Дверь открывается. Стоит такой высокий мальчишка. И букет цветов. Такой красивый букет. Аж так было приятно, что вот он приехал именно ко мне. Не ожидала даже такое. И вот все ребята теперь меня мамочкой называют. Там, которые есть. Берегите себя. Говорят, вы нам нужны. Так что я им нужна. Нельзя даже расслабляться мне. Альфия Вильдаровна его даже провожала после отпуска. В Казань ездила. Теперь она ждет его возвращения живым и здоровым. Альфия Вильдаровна уже отправила солдатам почти 90 вязаных душегреек. Ее жилеты греют не только тело, но и душу солдат. Симпеке Климина, Лисян Садгаряева, Булат Минязов, БРТ.